Администрация Самары Во дворе отремонтированы тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к входным группам подъездов, обустроена парковка. Жители совместно с управляющей компанией планируют следить за порядком во дворе, чтобы сохранить пространство в комфортном на долгие годы. Именно по инициативе жителей дворы получают новую жизнь. Совместно они принимают решения о необходимости благоустройства, подают заявку со специалистами районной администрации, работают над дизайн-проектом, затем наблюдают за процессом обновления. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале сообщает, что Следственный комитет Российской Федерации открыт для всех, кому нужна помощь, поддержка и защита. В структуре ведомства для этих целей работает информационный центр. Телефон горячей линии на экране. В зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы линии. Номер один – ребенок в опасности. Номер два – телефон доверия и справочная информация. Номер три – остановим коррупцию. Номер четыре – давление на бизнес. Номер пять – для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Номер шесть – для жителей новых регионов России, а также беженцев с Украины. Режим работы горячей линии круглосуточно – звонок бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова